Ну что, всем привет, мои куколки, красотки, красавицы, ну и конечно же красавцы, куда же без вас. Меня зовут Алена, я очень рада видеть именно вас на своем канале. Ну что, что вы думаете, какой сегодня будет выпуск? В чем покупки? Правильно, по названию в принципе было несложно догадаться. Это у нас с вами будут покупки Магнит Косметик. Тут абсолютно немного, поэтому, ну как всегда, я буду рассказывать обо всем достаточно кратко, ну или нет. В общем, наливайте себе чаек, кофеек и мы приступаем. И первое, с чего я хочу начать, что я купила, это клоусап. В общем, очень-очень повлияла на меня реклама по телевизору и ютюбе в целом, повлияла на мою покупку, то есть брать мне его не брать. Я на самом деле очень долго сомневалась, но потом почитала посты и отзывы и поняла, что в принципе попробовать можно. Так, что же я взяла? Это у нас клоусап, ополаскиватель для полости рта, жаркая мята. Борется с бактериями 24 на 7 для невероятной уверенности и свежести. 100% доказано действие против бактерий, вызывающих несвежее дыхание, кариес, проблемы, десен. Вот так вот выглядит этот ополаскиватель. Я не помню, сколько он стоил, я в любом случае подпишу вам внизу экрана. Но тут объем 250 мл и многие сравнили его с листерином. Я вам могу сказать так, что это небо и земля. Клоусап хуже, вот именно ополаскиватель хуже, даже чем колгейт плак свежесть чая. Колгейт плак свежесть чая дарит свежесть полости рта, при этом не раздражая никак, то есть нету эффекта такого сжения. А этот он немножечко сжет, потом это все проходит и в итоге вы что с ним, что без него чувствуете себя одинаково. Поэтому нет, я бы его вам не рекомендовала к покупке, мне лично не понравился. Дальше, что мне тоже не понравилось, это с одной же линейки. Клоусап до 12 часов свежести, будь ближе, жаркая мята. Вот такая зубная паста, она сейчас везде на скидках где-то по 99 рублей. Тут объем 100 мл, выглядит сам тюбик вот так. Мне на самом деле оформление нравится. Что у ополаскивателя, что у самой зубной пасты, выглядит она вот так, обычная такая вот красная гелевая зубная паста, но чистит она зубы плохо, девочки. Вот я не знаю, может быть настолько я привыкла именно к вот этой вот ментоловому привкусу, что уже не могу воспринимать именно зубные пасты, которые более легкие идут. Но, к сожалению, мне недостаточно было чистоты после использования и ополаскивателя, и зубной пасты. Мне хотелось снова нанести зубную пасту на зубную щетку и снова почистить зубы. Вот как-то вот так я вам хочу объяснить, что нет, однозначно не зашел мне этот продукт. Дальше, что я вам покажу, я взяла попробовать вот эту вот маску. Тоже встречала очень много отзывов, очень много постов в инстаграме. Кстати, если не подписано в инстаграм, то обязательно подписывайтесь. Ссылочка в описании под данным видеороликом. В общем, я раньше очень любила их и краски с йос, и любила раньше их уход за волосами, вот этот вот в литровой упаковке. Сейчас он очень испортился, но маска меня прям заинтересовала. Я захотела ее купить. Это маска до 10 дней эффект ламинирования, длительный зеркальный блеск, ослепительное сияние и многогранные переливы. Очень красиво описано, вы понимаете, да? Для тусклых и лишенных блеска волос 250 мл. На самом деле маска стоит не бюджетно. За 250 мл я отдала около 300 рублей. И могу сказать так, что маска такая, знаете, полугелевая, полукремовая, очень интересная текстура. Она достаточно экономично расходуется. И, в принципе, блеск волосам, она, чуть не упала, блеск волосам она действительно дарит. Но какой-то суперэффект от нее ждать не стоит. Она не восстановительная, вот так, как правильно сказать. То есть она не полностью восстанавливает волосы, она просто их кондиционирует, чуть-чуть увлажняет. И за счет вот этого увлажнения идет именно блеск. Все, пожалуй, но по поводу 10 дней эффекта номинирования, мне кажется, это больше маркетинговый ход, чем сама правда. Для очень сильно поврежденных волос, конечно же, не подойдет. Вам покажется этого ухода мало. Дальше, девчонки, многие мне написали по поводу дезодоранта Дионика. И говорили, что он действительно очень-очень хорошо работает. Когда-то давно, года 3 назад, я покупала себе дезодорант Дионика тоже на каких-то скидках он был или еще что-то. В общем, в спрее. Он мне не понравился, он действовал на мне в обратном направлении. То есть он меня не защищал, а наоборот, в общем, я ходила как такая свинка Пепа. Но в этот раз я решила взять, попробовать именно дезодорант в шариковом формате. Мне посоветовала его подписчица. Говорит, Ален, возьми, тем более магнит косметик, сейчас на него скидка. Там около 70 или 80 рублей, я уже точно не помню. Я взяла именно Дионику, легкость пудры, мгновенно высыхает, придает коже мягкость, 0% спирта и пробенов, 48 часов защиты. Вот так выглядит этот дезодорант. Там есть разные виды, еще с чем-то цитрусовым, еще какая-то отдушка. Точно не помню, но мне понравилась именно легкость пудры. Выглядит он вот так, обычный такой шарик. Пахнет, пахнет очень приятно. Девчонки, это какой-то парфюмерно-кремовый аромат, он не ощущается на вас. Дезодорант действительно, ну, достаточно быстро для шариков дезодорантов высыхает. По поводу защиты, в принципе, пока что не подвел. Ничего не могу сказать плохого, дезодорант не плохой. Но вот в спреи, когда я брала, это было просто, это был просто ужас. Так что, если любите дезодорант Дионика, идите в Магнит Косметик, там сейчас и на спреи, и на вот такие вот шариковые форматы скидки. Дальше, девчонки. А, я вам не показала зубную щетку. Дело в том, что я, когда те, кто смотрит меня постоянно и смотрит мои влоги, те знают, что я сейчас не покупаю более дешевые зубные щетки, потому что они быстро у меня выходят из строя. То есть, я брала себе зубную щетку последний раз месяца три назад от Президент. И это очень-очень крутая щетка, которая вот так вот у меня не махрится. И вот как раз-таки она у меня уже постепенно начала выходить из строя. Немножечко она погнулась в плане щетины. И я подумала, что мне нужна новая. Взяла в этот раз зубную щетку от Рокс. У меня еще ни разу не было зубных щеток от Рокс. Я считаю лично для себя, что если учесть, что у меня достаточно чувствительные десна, достаточно плотные, плотно поставлены зубы, если так можно выразиться. В общем, зубы плотные и постоянно нужно использовать зубную нить. В общем, это все мелочи. Мне нужна нормальная, хорошая зубная щетка. Я не хочу брать дешевую, потому что они мне не чистят зубы вообще. Они мне только десна царапают. Поэтому я взяла себе Рокс. На пробу ничего еще не могу сказать. Это у меня жесткая зубная щетка Smart Brush. Скошенная подстрижка... Подстрижка? Есть такое слово? Слушайте, но если написано, то есть. Скошенная подстрижка щетины обеспечивает качественное удаление зубного налета и легкий доступ к дальним зубам. А мне это очень актуально. Особенно если учесть, что у меня коренные вот тут вот. Все на месте, короче. Зубы мудрости. Вот такая зубная щетка. Стоит она 200 с копейками рублей. Но если учесть, что я ее меняю раз в 3 месяца, в принципе нормально. Но на зубах, я считаю, можно на зубной щетке. Мне лично нельзя экономить. Дальше, девчонки. У меня есть тут один гель для душа. Гель для душа я также взяла по какой-то акции. В общем, это был импорт. И думаю... Но, наверное, этот гель для душа будет действительно крутой. Парфюмированный. Все, как я люблю. Это как правильно его прочитать. Да, блин. Книп. Книлп. В общем, поправьте меня в комментариях. Вы знаете, что у меня уровень английского Алена Ризван. Я его сейчас просто ткну в камеру. И вы посмотрите. И сами прочитайте. Те, кто умеет читать на английском языке. Гель для душа цветущий миндаль. Там есть с коноплей цветущий миндаль. И еще третий какой-то. Арома, не арома, точно не помню. В общем, для мягкого очищения сухой, чувствительной кожи масло миндаля ЖЖБА питает и поддерживает естественный защитный слой. Увлажняет и защищает, придает коже мягкости, гладкость. Состав смотри на упаковке. Производитель у нас идет Германия. А импортер, ну, соответственно, Москва. Что могу сказать по поводу этого геля для душа? Да, он кожу не сушит. Но он ее и не моет как таковой. Просто это такая легкая гелевая текстура, которая, в принципе, неплохо пенится. Но как таковой ее в мочалке ты не ощущаешь. То есть она вспенилась, точнее гель для душа этот вспенился. Ты начала как-то производить манипуляцию очищения кожи с помощью мочалки. И он как-то, знаете, руку помыл, а все, ой, нет. И опять приходилось его добавлять. То есть достаточно неэкономный расход. Объем, тут сколько, 250, да? А, 200 миллилитров. И срок годности, что самое интересное, с момента вскрытия, 3 месяца. Но буду дальше его пробовать. И от душа, кстати, я же не нюхаю в магазине от душа, потому что если вы открыли упаковку и закрыли, то все, срок годности уже пошел. А я так не делаю. Посмотрела миндаль, я очень люблю миндаль, поэтому взяла. От душа очень интересная какая-то. Знаете, сандалом пахнет. Сандалом или какими-то эфирными маслами. Ну, в общем, как-то так. Но у меня 200 миллилитров уйдет быстрее, чем тут 3 месяца срок годности. Так, дальше, что у меня тут еще интересного есть? А, давайте я вам покажу крем для рук. Очень хороший крем для рук, который мне понравился. Это Эвелин. Наконец-таки к нам завезли эти кремы для рук. Почувствую силу регенерирующего витаминного коктейля. Вот так вот выглядит этот крем. Очень удобный формат, маленький. Он где-то в ладошку помещается. Вот так. Что я могу сказать? Вообще все производители каких-либо косметических продуктов стали выпускать такие кремы. Вот с такой вот крышечкой. И когда я увидела в инстаграме Эвелин, что они выпустили кремы для рук, я очень захотела попробовать, хотя уход за лицом мне их не подходит. В общем, вот так вот выглядит этот крем внутри. У него такая легкая достаточно консистенция. И он очень-очень быстро впитывается в кожу без остатка. Он увлажняет действительно кожу рук, при этом не образовывая пленки. И вдобавок, ну это для меня плюс, для кого-то это минус. У вас после его применения руки невероятно вкусно пахнут фруктами. Вот просто, да, вот просто невероятно вкусно. Мне, по крайней мере, очень-очень понравился. Опять же, повторюсь, у меня вот такой вот с клубникой, витаминный коктейль. Очень понравился. Вот к нему советую присмотреться. Дальше. Я купила на пробу. У меня есть от Libre Der маска, которую я очень-очень сильно люблю. Выглядит она вот так. Она почти закончилась. Это маска питательная. Вообще, уход от Libre Der мне не подходит, но эти маски, это мой стопроцентнейший фаворит, который я повторяю снова и снова. Без скидки эта маска стоит Magnit Cosmetic 299 рублей. Со скидкой она стояла 199 рублей. Ну, в общем, вы знаете по поводу нее мое мнение, что я ее очень-очень люблю. Я взяла себе, наконец-таки, увлажняющую. Она стоит 199 рублей, то есть подешевле на 100 рублей, чем питательная. Без скидок. Так, маска антиоксидант увлажняющая. Это просто у нас витамин Е. То есть не АЕ вид, а просто витамин Е. Так, глубоко увлажняет кожу, ускоряет процесс регенерации, тонизирует, улучшает цвет лица. Вот такая маска. Упаковка стандартная, в стиле Libre Der, ничего сверхъестественного. И вот так вот выглядит сама маска. Они прям вот братья-близнецы. Но, что могу сказать по эффекту? Маска мне показалась очень-очень слабенькой. То есть она подойдет для... Она в отличие от питательной. Питательная она такая на кремовой основе. Эта маска на гелевой основе. Такой же цвет у нее, такой молочный. То есть она не прозрачная, несмотря на то, что она гелевая. Вот, видите? Для какой кожи она подойдет? Она подойдет для очень жирной кожи. Для жирной, для комбинированной. Потому что, если вы обладательница сухой кожи, вам этого увлажнения будет маловато. Также, если вы обладательница нормальной кожи, вам тоже этого увлажнения будет мало. Но, если ее приобрести и использовать на летний период времени, она будет очень-очень даже актуальна. Она не утяжеляет кожу. Она фактически за 15-20 минут впитывается полностью, как и маска питательная. Но, в принципе, ничего такого сказать плохого не могу. Просто она слабее, чем питательная. Вот и все. Дальше, девчонки, у меня тут осталось два продукта от марки Эвелин, который я очень давно хотела попробовать. Во-первых, вот этот вот фиксирующий спрей. Это Эвелин фиксит мист. Спрей-фиксатор для макияжа. Увеличивает стойкость, защищает от внешних факторов без спирта. Он стоит в районе 300 рублей. Я такая, ну давайте, ладно, я попробовать хочу. Что собой представляет этот спрей? Это вот такая упаковка. К упаковке вообще никаких претензий мне нравится. То есть ничего сверхъестественного, обычно такой спрей маленький. Что по поводу распылителя? Распылитель очень-очень крупный. Это минус. Крупное распыление. Плюс еще оно достаточно мокрое. Я не люблю, когда шибко мокрые вот такие вот фиксирующие спреи. То есть когда вы их наносите, закрепляете макияж и глаз, и лица в целом, то у вас тушь может отпечатываться сверху и снизу от того, что тут очень-очень много влаги. Но если его фиксировать до того, как вы начнете макияж глаз, в принципе он высыхает быстро, но такое ощущение, что вам кто-то плюется в лицо. Серьезно. И еще мне не понравилась его отдушка. Отдушка очень неприятная. Какое-то, знаете, как правильно сказать, вроде и не пахнет отвратительно, но что-то какой-то осадок какой-то остается, такой кислятинка, прочее, какой-то пахнет. Я бы не советовала вам этот спрей к покупке. Есть спреи намного лучше, например, от Катрис Прайм энд Файн. И дальше, последнее, что я вам покажу, это вот такую вот банановую матирующую пудру, транспарентную. Для лица очень-очень много отзывов слышала и очень хотела ее попробовать. Сначала я подумала, а зачем она мне нужна? Она желтая. А потом я увидела отзывы, что она действительно очень хорошо выравнивает рельеф кожи. Она, как правильно сказать, затирает все порки и так далее. Потом думаю, нет, я ее все-таки возьму. Эвелин Мат Майдэй, банана, в общем, пудра вот такая. Их есть там два вида магнит-косметик, вот такая банановая и моя любимая, это вот такая HD. HD Soft Focus, размытый фокус. И что могу сказать? Именно вот эта пудра, во-первых, она очень вкусно пахнет, вот знаете, химическим бананом. Это плюс для меня лично, я люблю отдушку банана. Это первый момент. Второй момент, мне понравилось то, что она достаточно меленького помола. Она очень хорошо, она у меня, кстати, сейчас находится на коже. Она очень-очень хорошо подстраивается под тон, то есть она не смотрится желтой. Это первый момент. У нее достаточно экономичный расход, то есть на кисточку набрали вот такими смахивающими движениями. Притоптали свой тональный крем, если так можно выразиться, в общем, хорошая действительно пудра. Выглядит она вот так. Тут у нас с вами пуховочка и внутри вот такая пудра. То есть не смотрите, что она желтая, она прекрасно подстраивается под ваш тон кожи, она матирует, но при этом она не создает полностью матовую кожу. Она такая становится более живая в хорошем смысле этого слова, но при этом она заматирована и весь макияж в целом смотрится более гармонично и лаконично. Мне вообще вот эти вот две пудры очень сильно нравятся. Это мои прям фавориты. Вот это и HD, она просто беленькая, и вот это вот банановая тоже прям фаворит. Ну вот и все, мои куколки. Вот такой у нас был с вами выпуск покупок из магазина Магнит Косметик. Я надеюсь, вам мой видеоролик был интересен и супер полезен. Если же это так, то обязательно поддержите меня пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал, если не сделали этого раньше. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики, смотреть их первыми. Ну а я с вами прощаюсь, всех люблю, целую, всем пока!